Мой муж после развода запретил мне работать. Это было такое условие, либо я не работаю, либо он отберет у меня нашу дочь. Мотивировал это так, во-первых, как жена я оказалась плохой, так что теперь моя задача, всю жизнь служить ребенку в роли матери. А во-вторых, все, чего я достигла, все мои умения, навыки, квалификация, все это случилось во время совместной жизни с ним. И он сказал, не смей этим пользоваться, ты этого достигла только благодаря мне. Приходилось работать тайно. Мой бывшей силой забрал у меня детей и вывез их в Россию из Америки. Мы разводились больше полугода, потом я ждала гринкарп. Как только я ее получила, помчалась за детьми, еще год судилась с ним в России из-за несогласия на выезд. И он изначально хотел, чтобы я ехала разводиться с ним в Россию, мол, ты не заслужила жить в Америке, со мной приехала. Я начала обсуждать с мужем раздел общего имущества полюбовно, когда жила с дочерью год в Германии, ей лечили онкологию. Так вот, муж все мои предложения выслушал, покивал. А когда я вернулась домой, то все документы были им вывезены и мне было объявлено, что я не получу ничего из совместно нажитого, так как работал один он. А я просто дома сидела с ребенком, дочь инвалид с рождения. И теперь мне надо через суд доказывать и свое право на мою квартиру, там сейчас живет его мама, и наполовину ремонта за 3 миллиона рублей в его квартире. А это дорого? Вот до сих пор денег не накопила. Мораль, не надо с мужем обсуждать что-то. Надо идти и делать, пока он не успел козью морду показать. Мой первый муж, мамкина ягодка, прямо вот из очень интеллигентной семьи, при просьбе воссоединиться снова со своей мамой забрал мое обручальное кольцо. Чуть ли, можно сказать, с пальца не снял. Это был, кстати, его единственный вклад в наше семейное финансовое благополучие. Но, в общем, забрал свое обратно. После того, как я подала на развод, бывший муж первым делом снял деньги с общих счетов и перевел их на свою маму, переписал на себя наш общий бизнес. Оставшись без моего чуткого присмотра, дал себе, наконец, волю, подложил бомбу в магазин конкурента, пострадали люди. Исполнителя потом посадили, заказчик же, видимо, занес кому надо, сколько надо и отмазался. Следом обманом забрал у меня старшего сына, ему тогда было 10 лет, вывез за границу, пристроил за деньги фактически в приемную семью, спасибо этим добрым людям за любовь к моему ребенку. А сам исчез в неизвестном направлении. К сыну, правда, иногда ездил. Хотя, когда нужно было решать вопрос с высшим образованием, которое там платное, денег не дал и вообще бросил его окончательно. В итоге сын не получил образование, там, из-за того, что нет денег, здесь, когда уже ко мне вернулся, из-за плохого уже уровня русского. Был у нас спор об алиментах, я просила выдать мне их за период, когда я содержала детей в одиночку. Товарищ принес в суд документы, которые как бы должны были свидетельствовать о том, что и он не с расходы. Там были траты на продукты, когда детей месяцами не было в России, транзакции и в ночных клубах, саунах и тому подобное. Насчет продуктов его юрист прям настойчиво заявлял, что папа йогурты на будущее покупал и может даже отправлял почтой за границу, просто квиточков об этом не сохранилось. Прошло семь лет после развода. И когда он случайно узнал, что я заболела онкологией, друзья проговорились из добрых побуждений, хотели мне помочь, хотя я просила молчать. Он позвонил мне и сказал, рак поджелудочный не лечится, его не берет ни химия, ни облучение, поэтому ты все равно умрешь. Будешь слушать меня, какое-то время протянешь, он врач. Сына я заберу уже прямо сейчас, отдам своей матери. Которой он так же, как и ему, ни дня не был нужен. Когда я уже и так до самого дна продавленная новостью о тяжелой болезни спросила его, за что он меня так ненавидит, он ответил, за то, что из-за тебя я чувствую себя мудаком. Онкологию мою прооперировали, опухоль благополучно вырезали без остатка и метастаз. Живу уже пять лет совершенно здоровая. Но тогда вместо поиска врачей и лечения я занималась поиском юристов и людей, которые помогут мне отстоять интересы сына и в случае чего передать его моей сестре. Муж еще до свадьбы уговорил меня сделать силиконовую грудь. После развода просил отдать за нее деньги. С аргумента цей-ой, что ведь он теперь же их не увидит, что какой-то чужой человек будет этим богатством любоваться. Значит, деньги надо обратно. Сначала вроде интеллигентно было. А потом. Я как дура не забрала вещи сразу. И понеслась это не отдам, то не дам. Но когда я забрала часть своих вещей, то обнаружила в каждой. Мелкие кусочки своих фотографий. В каждом носке. В карманах. Это ж не лень было. Но оставшуюся часть он упаковал в мою куртку, перевязал веревкой на манер туловища и принес мне на работу под дверь. В запиской это напоминает мне тебя, склонную к полноте к лушу. Я на минуточку 44 размер ношу. Маньяк, право. Хорошо, кота забрала первым, а то кто знает. И все это бывший проделывал с милой улыбкой. Пара развелась, жена осталась при общей даче. Муж через суд доказал, что все растения на эту дачу покупал он. После решения суда приехал с бульдозером и выкопал все подчистую. А поскольку оно все тут же погибло выкопанное, то бульдозером же там же все это и прикопал. Что угодно, лишь бы не ей. Выходила я замуж за прекрасного мужчину. Замечательный собеседник, приятный любовник. Ни разу не позволил мне оплатить счет до свадьбы в кафе или турагентстве. И все было хорошо до полугодия первого ребенка. Потом прозвенел первый звоночек. Я получила обвинение в хорошести меня как жены и любовницы, ребенку полгода едва исполнилось. Я только проспалась в буквальном смысле и только-только начала отступать после родовая депрессия. Во мне глубоко сидела ребенку нужна полная семья и отец. И я вымолила, буквально, шанс на попробовать. Шанс мне великодушно дали. Следующий год человек делал то, что хотел тренировки в спорте, чтобы сын им гордился в будущем, да посиделки с друзьями, а то как это, все встречаются, а он, нет. И так далее. То, что я не бывала почти нигде, так это кто мне мешал. Правильно, моя лень и неумение договориться с родителями. В итоге человек однажды просто пришел с работы, устроил скандал на ровном месте и ушел в ночь. После этого он потихоньку вынес из дома все свои вещи, деньги, среди которых были и послебрачные доходы, предлагал продать мою личную машину и купить мне новую, такую же по характеристикам и почти такую же по цене и году выпуска. Зачем? Чтобы авто было совместно нажитым и подлежало разделу и, или контролю с его стороны. В этот же период было рукоприкладство, я уже ждала второго ребенка, от него же, он знал о беременности и попытке увезти старшего ребенка. Ребенка требовал отдавать ему без сопровождения неизвестно куда и как надолго, обещая достойное содержание мне, не царское, но достойно жить хватит, его слова, по сути, предлагал продать ребенка. Наговорил ребенку такого, что когда ребенок заговорил наконец, я услышала, что я плохая. Фраза была такая, мама, ты плохая. Ты взяла мои деньги, много денег. Сейчас человек, который еще год назад заявлял о том, что сына обожает, не видел детей уже около полугода. Алименты пришлось выбивать в судебном порядке, да, минимальные. Но при этом он сейчас пакует чемоданы на море ехать. И требует выдать ему или детей, младшему нет и года, или хотя бы старшего сейчас, в обмен на его обещание подумать. О том, чтобы дать мне разрешение на вывоз детей в следующем году, при условии, что я заранее сообщу даты, страну и отель, куда повезу детей. И если он одобрит выбор, уже проплаченный, то может быть он даст его разрешение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова